Приветствую вас, и перво-наперво то, что нужно сделать, это пройти медицинское обследование на предмет возможных заболеваний. Просто обследоваться, просто узнать о себе больше, узнать о своем теле больше и так далее. Это очень важно для составления полной картины вашей проблемы. Дальше следует рассмотреть всю вашу историю, наверное, жизни, начиная с момента, когда вы себя помните. На мой взгляд, имеет смысл обратиться к сексологу для того, чтобы именно этот специалист, лучше очно, конечно, помог вам увидеть то, что вам нравится, то, что вас возбуждает и так далее, и так далее. Может быть, скрытые какие-то направления в этой сфере он вас найдет. И, соответственно, именно сексолог поможет вам разрешить ваши проблемы. В частности, у нас, например, на сайте есть люди, которые занимаются подобными вопросами. Ну, а если дело не только в этом, но и в чисто психологических проблемах, то вам необходимо обратиться к психологу для того, чтобы уже с психологической точки зрения вам помочь. Если работа с психологом вам не поможет, то тогда имеет смысл обратиться к психотерапевту. Он, как врач, более глубоко будет с вами работать и, соответственно, увидит те проблемы, которые, может быть, психолог не выявит. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, до психотерапевта вы не дойдете. Либо на уровне сексолога, либо на уровне психолога. Это с большей долей вероятности, я могу вам сказать. Что касается парня, то здесь, конечно, ситуация далеко не так однозначна. Насколько он действительно прав, говорил, что проблема у вас только. Это также нужно выяснять, но, как минимум, парень не очень бережно к нам относится, потому что я бы знал, что подобные высказывания, подобные диагнозы, вердикты очень сильно влияют на человека, очень сильно влияют на его самооценку. И это мешает, в частности, женщине расслабиться, ну или может мешать женщине расслабиться и тем самым получить удовольствие от интимной близости. Это то, что можно вам сказать. Значит, тот факт, что вы его очень любите, свидетельствует о наличии вероятнее всего эмоциональной вовлеченности в отношении с человеком в большей степени, чем это нужно, в большей степени, чем это необходимо, и в большей степени, чем предполагает норма. Соответственно, если эмоциональная вовлеченность есть, если есть страх потерять человека, если есть страх того, что он уйдет, страх быть брошенной, то, соответственно, можно говорить о том, что у вас имеется фактор сверх-сверх мотивации. И фактор сверх-сверх мотивации не определяет то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, то, как вы себя ведете. Что интересно, фактор сверх-сверх мотивации не делает вас естественной в отношениях. Фактор сверх-сверх мотивации не делает вас собой, не делает вас более ценной. Наоборот, он делает вас менее ценной для мужчины, который видит, что вы его любите и ради него готовы на все, но вполне вероятно, несколько менее вами дорожит. Этот момент, эта тонкость, на мой взгляд, является принципиально, если мы говорим именно о психологическом, так сказать, аспекте данной проблемы. И, соответственно, исходя из того, что я вам сказал, то направлений работы у вас несколько. Первое – это направление сексологии, второе – это направление психологического позиционирования себя по отношению к партнеру. И, соответственно, дальнейшее раскрытие этой позиции через сознание и о сознании с последующей коррекцией, с последующей корректировкой вашей модели поведения, вполне вероятно, усвоено в детстве в виде сценария либо контрсценария. То есть, антисценария. Антисценария. Контрсценария – это другое. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и не стоит отчаиваться, все проблемы можно решить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!